Человек труда был символом и вообще фундаментальным, так сказать, кирпичиком этого всего. А сейчас, как вы говорите, информационное и так далее, и так далее. Сейчас человек труда. Кто он? На кого он работает? Сразу вопрос там. Что он делает? Если это человек труда, который трудится на заводе, и, допустим, что там должны, грубо говоря, делать, да? То есть человек труда раньше был кто? Самые были герои. Шахтеры, значит, стахановцы. Они там добывали уголь для чего? Для того, чтобы людям было тепло, чтобы было электричество в домах и так далее, и так далее. Это понятно. Вот он герой. Он добывает уголь, рискуя своей жизнью. А чтобы у нас было там, так сказать, в доме было, что там вода текла, значит, из крана, и электричество было, и батареи грели. И чтобы на заводе можно было сделать что-то. Чайники сделать, плиты сделать, трамваи сделать. Вот эта штука. Сейчас, вследствие вот этой всей глобализации, сейчас так, а вы айфоны делаете? Так, нет, айфоны не делаете. Ну, так вы уже не герои. Нам же нужны герои, которые вот, можно там, вот, компьютеры, высокие технологии, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, это очень непростая задача, но, наверное, нужная.